Помочь детям с ограниченными возможностями можно не только деньгами на лечение, но и своим творчеством. Главное – желание. В столице Чувашии проходит целая серия мастер-классов. Его организаторы – талантливые и милосердные люди. Все, что делают их ученики на мастер-классах, отправляются затем на выставки-ярмарки. Вырученные от продажи средства поступают в детский фонд. Это чудо. Нам очень приятно, что набралась такая большая аудитория мастеров, которые решили нас поддержать и которые тоже проводят благотворительные мастер-классы. Мы выбрали программу по ипотерапии. Она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями восстанавливались за счет лечения лошадками. У желающих обучиться новым веяниям в искусстве хороший выбор. Например, фьюзинг. Сегодня будем делать вот такие вот изделия из цветного стекла. Это идет специальное стекло, не бутылочное. Это искусство называется фьюзинг. Мы сегодня склеим из заранее приготовленных заготовок. Дома я буду это все дело спекать. Специально печень для фьюзинга. И такие вот изделия. Вот участвовать в благотворительной ярмарке. Кажется, сотворить такую красоту могут только профессионалы. На самом деле техника фьюзинг вполне доступна и любителя. Это подтверждают участники мастер-класса. Восемь юных жителей столицы Чувашии за один час смастерили вот такие цветочки. Мы сегодня делали цветочек из мрамора, из лепесточек и бусинок всяких. Мне понравилось. Интересно. Алена Гольцева очень любит прикладное искусство. Девушка умеет рисовать, сплести фенечки. А вот фьюзингом занимается впервые. Это необычное родозанятие. И иногда можно как-то разнообразить свою рутину и прийти и позаниматься таким интересным делом. Мне кажется, что деньги, вырученные с этого мастер-класса, это очень хорошо. И побольше бы было такой благотворительности. Подобные мастер-классы – это как раз тот случай, когда совмещается приятное с полезным. У всех желающих еще есть возможность поучаствовать в благотворительном марафоне. В течение недели жители Чувашии могут научиться делать украшения, не варить шоколад.